Великого октября 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 Это настолько очевидно, что уже не требует дополнительных доказательств. Но вместе с тем хочу вам напомнить, сейчас январь 2017 года. Если вы посмотрите все газеты, журналы, даже включая все желтые газеты за январь 2017 года, то там нет ни одного слова, что в феврале будет буржуазная революция. Ни одного слова. Она грянула после того, как полуголодные женщины, придя на Невский проспект, не получили по булке хлеба. Транспорты, которые шли с хлебом и продовольствием, буржуазные партии блокировали только для того, чтобы поднять бунт против Николая II. И они, собственно, добились. Женщины взбунтовались, когда думцы Царской думы попросили их усмирить. Ответ полицейского главного жандарма Санкт-Петербурга, Петрограда, был предельно прост. Все сгнило, с бабами воевать не буду. Первое правительство временное состояло сплошь из масонов, кроме министра железнодорожного транспорта. За 8 месяцев их сменилось несколько составов. Октябрь 2017 года, когда Советы и большевики взяли власть, был спасителем для России. Я бы очень хотел, чтобы мы, готовясь в этом году, в столетие Великого Октября, помнили эти исторические факты и делали из них необходимые выводы. Хотелось, чтобы правительство познакомилось с историей вывода страны из кризиса. Лен еще в 2016 году написал блестящую работу «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». И предлагал в срочном порядке взять контроль над финансами, исполнителями властью и создать советы, которые контролировали бы буржуев. Тем не менее, они не прислушались. Советская власть сумела доказать, что она справилась не только с кризисом. Она справилась и с Антантой, провела уникальную полицию НЭПа, индустриализации, культурной революции и коллективизации, победила фашист, прорвалась в космос и создала ракетно-ядерный паритет. 15 лет правления Косыгина и Брежнева позволили стране создать такой потенциал, который кормит нас и сегодня. В этой связи, готовя план законодательных своих мероприятий и предложений, мы еще раз обращаемся к «Единой России». Давайте вместе обсудим наши 10 шагов достойной жизни. Там есть целый пакет законов, который позволит реально вырасти бюджет до 22 трлн рублей минимум. С этого начинается бюджет развития. Бюджет 13,5 трлн доходной части, кроме как для латания дыр, больше ни для чего не пригодит. Более того, уже баррель нефти дороже тех плановых на 15 долларов. Это означает, что мы в первом квартале можем получить дополнительно 1,5-2 трлн рублей в наш бюджет. Давайте рассмотрим прежде всего проблемы, связанные с поддержкой граждан. Если бы министр юстиции заглянул в сводки правительства, у нас 72 человека из 100 живет на 15 тысяч рублей и менее, он бы никогда не вносил такие предложения. Он бы, если глянул, каким образом богачи богатели в прошлом году, он увидел, что росло число миллиардеров, а на 23 миллиона граждан уже живут ниже черты бедности, такого притока нищих в стране за последние 20 лет не было. Если бы он внимательно глянул, как растут платежи и каким образом можно прожить детям войны на 10-12 тысяч, он никогда бы не внес этот хамский закон, который позорит любую власть и дискредитирует любое управление. Мы считаем, что можно вполне принять пакет законов, который позволит наполнить бюджет. Готов закон о национализации минеральной и сырьевой базы страны, готов закон о введении госмонополий на спиртоводочную промышленность, готов закон о прогрессивной шкале налогов. Их надо безотлагательно принимать и корректировать нашу финансово-экономическую политику. Но прежде всего надо помочь детям, женщинам и старикам, кому сегодня очень тяжело живется. Что касается детей войны, мы готовы хоть завтра все дружно проголосовать за этот закон. Мы обязаны им, обязаны в полной мере все партии и фракции. Давайте, Единая Россия, откликнитесь. Есть согласованная позиция у президента, я беседовал на тему с премьером. В прошлый раз не хватило нескольких голосов для того, чтобы этот закон прошел. Это будет честно, достойно и абсолютно справедливо. Завтра в Думе откроется выставка по экологии. Будет, видимо, открывать председатель Иванов. Хотел бы обратить ваше внимание, что последний госсовет на завершении прошлого года был посвящен этой проблеме. И я, выступая там, обратил внимание, что у нас проблемы экологии хорошо проработаны. Дума уже в прошлом составе приняла более 40 законов. Наш руководитель комитета Кашин подготовил очень важные законы, которые приняты. О экологических нормативах. Это позволит качественно изменить всю промышленную политику. Есть закон о промышленности и стратегическом планировании. Это позволит ввести новые технологии и меньше засорять природу. Готов целый пакет закона об обороте леса и воспроизводстве лесов. Мы только по этой строчке при разумном подходе могли бы получать 100 миллиардов долларов чистого дохода без ущерба для природы. Готов закон о переработке мусора и ликвидации аварийных систем. У нас Держинск превратился в атомную бомбу на стыке Волги и Оки. Если и дальше так будет продолжаться, то можно загубить всю Волгу до самого Каспия, что будет мировой проблемой. Поэтому наша задача эти законы внести в первую очередь. И мы готовы дружно за них проголосовать. Готова программа. Наш дом, который может получить каждая семья, поддержка молодой семьи. Мы завершаем строительство Артека. Считаем, что это будет общий подарок всем детям. Ну и в целом программа законотворческих инициатив, подготовленная нашей партией, будет положена на стол в Государственную Думу. Хотелось, чтобы Единая Россия не отмахивалась от этого, а внимательно рассмотрела все наши предложения. Спасибо.